Всем привет! Перед нами лежит Fly IQ450 Horizon. Название это образовано от главных достоинств устройства. Малая толщина 9,7 мм и большая диагональ 5 дюймов. Давайте рассмотрим конструкцию, а потом поговорим о ПО. Спереди разговорный динамик, фронтельная камера 0,3 мегапикселя, датчики расстояния присутствуют, датчика освещенности нет, есть светодиод, 5-дюймовый дисплей работает с разрешением 854 на 480 точек, панелька IPS выдает она 196 ppi, пиксели в глаза не бросаются, хотя если приглядываться, то конечно их можно видеть. Сам экран качественный, отзывчивый, 5 мультитач нажатий, угол обзора посмотрим. Не из лучших, но не скажу, что как-то проблематично играть, либо читать, либо смотреть в браузере. Хороший экран. Эта передача тоже нормальная. Внизу три сенсорные кнопки, меню домой и назад. На левом торце качелька громкости, выпирает, очень легко ее нащупать, удачно сконтурирована кнопка. То же самое могу сказать про клавиши питания, тоже легко ее нащупать, надо рискать где-то на торце в поиске. Внизу микрофончик, зацепка для снятия крышки, наверху три с половиной миллиметра для наушников и микроизвит для зарядки и соединения с компьютером. Крышка рифленая, матовый пластик, очень практичная крышка, царапки не остаются, отпечатки пальцев тоже не остаются. Прям прикольно. Камера 8 мегапикселей с автофокусом, с двойной LED вспышкой и записью HD видео, логотипчик и громко говорите. Про качество камеры скажу так, мне понравилась камера эта. Примеры видео есть на ютубе со стабилизацией, без стабилизации. Примеры фото будут в текстовом обзоре. Я несколько минут назад провел опрос любопытный на Вконтакте. Выложил там фотографии с FlyIQ450. Давайте посмотрим на них. И спросил пользователей, из какого смартфона эти снимки. Также варианты ответа. Nokia Lumia 920, Sony Xperia P и Samsung Galaxy S3. Удивительно, но правильно назвали это устройство. Лишь 25 примерно процентов пользователей, то есть каждый четвертый угадал Fly. Примерно 40 процентов были за Nokia Lumia 920. Вот так вот. Это однозначный комплимент в сторону Fly, потому что модуль здесь действительно очень крутой. снимает хорошо как на улице, так и в домашних условиях. При недостаточно освещенности вы сможете убедиться в этом на фотографиях. Вспышка здесь не очень мощная, несмотря на то, что она двойная. Подсвечивает еле-еле каким-то таким фиолетовым свечением. Если зайти в комнату, где выключен свет и включить вспышку, то будет мало что видно. Зачастую одинарные вспышки гораздо-гораздо ярче, поэтому не знаю, что случилось с этим образцом. Заглянем под крышечку батарейка емкостью 2000 мА. По заявлению производителя она обеспечивает до 6 часов работы в режиме разговора, до 400 часов в режиме ожидания. В нашем традиционном тесте на воспроизведение HD видео с максимальной яркостью экрана со всеми включенными беспроводными модулями телефон продержался около четырех часов. Результат этот для такой батарейки не выдающийся, но такой вот прожорливый чипсет MT6577. Слоты 7172, разъем под карту памяти. Мне не нравится, как выпирает камера, но такова, видимо, расплата за тонкий профиль. Инженеры просто не смогли запихнуть камеру в верхнюю часть, утопить ее в основном массиве, поэтому так вот вынесли ее в стиле, скажем так, HTC. Она любит такие странные конструкции производить. В руке лежит удобно, пользоваться одной рукой проблематично. Я пользовался двумя руками, помогал. Я правша и левая рука у меня была как подставка, скажем так. Ну, хотя можно и одной рукой, но не скажу, что это удобно. Это все-таки класс смартфонов мини-планшетов, 5 дюймов, такой тренд. Но хватит этой конструкции, давайте ОПО. Внутри у нас Android версия 4.04 Ice Cream сэндвич, стоковый интерфейс, стандартная оболочка для Android телефонов без какого-либо стороннего лончера, множество приложений, 5 рабочих столов с виджетами, меню уведомлений, переключалки, по экрану, по беспроводным сетям и режим вызова. Посмотрим, что здесь в настройках у нас. Телефон двухсимник. Можем задавать имена сим-картам, присваивать сим-карту по умолчанию к определенным действиям. Ограничение трафика, профиль звука, дисплей. Яркость на максимуме выставлена. Батарея, приложение, языковод, расписание включения и выключения телефона для экономии энергии, спецвозможности завершения вызова кнопкой. Ну, в общем, все. Хочу заметить, что здесь нет пункта обновления по воздуху и отдельного приложения тоже нет. То есть, если прошивка выйдет, то ставить ее нужно будет как-то через отдельный файл, либо в сервисном центре, если у вас какие-либо проблемы будут. У меня проблем не было, телефон работает стабильно, никаких глюков, случайных перезагрузок, я не знаю, подвисаний. Я не заметил, не зафиксировал. Давайте попугаемся нашей погодой. Минус 38 градусов. Ужас. Ну, в общем, вот так вот. Список недавно открытых программ. Удерживаем кнопку питания. Появляется такая менюшка, отключение, режим полета, беззвучный режим, вибрация, либо звук. Посмотрим на экран блокировки. Можем отсюда перейти к звонковой части, включить камеру, смс, либо разблокировать дисплей. Также можно перейти к плееру, клавиши вперед-назад, пауза, play. Ну и давайте теперь о программах. Компания очень много всего суда предустановила. Заострять внимание на всем не буду. Перечислю основные. CoinKeeper. Такой, скажем, менеджер по зарплате. Можем рассчитывать куда что, кому заплатить, на что истратить. Проводник, файл-менеджер, фейсбук, фб-ридер читалка, флайбук, фирменный магазин читалка. Для установки книжек отсюда необходимо разрешить установку приложений не из плей-маркета. Радио работает с наушниками. И беру сервис для просмотра фильмов по интернету с рекламой. Предустановлены три игрушки, о них я расскажу попозже. Плей-маркет, смс. Давайте посмотрим на клавиатуру. Так. Свайпа здесь нет. Но вообще, если клавиатура стандартно не нравится, можете поставить любую другую из плей-маркета. Это не возбраняется. Переключение сим-карты реализовано вот так вот, по кнопочкам. Сейчас стоит по умолчанию сим-1. Уйдем отсюда. СПБ-ТВ смотрим телеэфир. Юбэнк. Фоэстченджер. Ютуб. Подписывайтесь на наш канал. Браузер. Подключен телефон к точке доступа Wi-Fi. Деление не максимальное. Такую же ситуацию я наблюдал от Exet TM5204. Вроде бы точка доступа рядом, а сигнал какой-то не максимальный. Ну, что тут? Ничего не открывается. Может, с кинопоиском что-то? Давайте откроем наш сайт. Моглтелефон.ру Ну да, что-то кинопоиск тупит. Масштабирование. Все достаточно быстро. Видеоплеер. Способен телефон воспроизводить HD-видео. На Full HD его немного не хватает. Шевелитесь, музыку давай! Короче, у кого-то бакси? Маму, и что? Нет, 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 нет. Интерфейс простой. Вконтакте. Предостановлен клиент этот. Галерея. Сейчас же посмотрим на результаты, которые телефон выдал в бенчмарках. И посмотрим на Foxy. Спящую. Скриншоты. Собственно, вот график разряда. И теперь бенчмарки. Где у нас бенчмарки? Вот бенчмарки. Версия Antutu. 3.03. 6.541 балл. 35 мультиточных нажатий. Velama. Так, а где квадрант? Версия Antutu. Надеюсь, дальше. Velama. А, вот квадрант. 2536. Velama. Тест HTML5. 1034. Тест железа. 347 баллов. Nenomark 1. 29,9 FPS. Неномарк 2. 25,6 FPS. Хорошие показатели. В общем-то, для такого разрешения. И для такого ценового сегмента. Так, галерея, диктофон, календарь, камера. Покажу интерфейс. Стандартное оформление камеры у типичных гуглофонов. 8 мегапикселей. Переключение на видеокамеру. Всякие настройки. Следящий автофокус. Стабилизация. Отключайте, если хотите получать более-менее хороший видеоряд. Камера, карта, музыка. Плеер корректно определяет теги на русском языке. Проблем с этим нет. Твиттер. Одноклассники. Тоже все предустановлено. Удалить их можно. Если вам не нравятся некоторые приложения, то они вполне себе удаляемые. А такси можно удалить. И такси даже можно удалить. Круто. Фонарьи я сам установил. Так, обещал я поговорить об игрушках. Это Livly Cubes. Или Livly. Необходимо расставлять блоки таким образом, чтобы они попарно убирались. Вторая игрушка Seabirds от Shemrock Games. Здесь мы кормим пингвинов рыбой. Так. Как нам эту рыбку отобрать? Вот так. Простенькая игрушка, но интересная. Третья и последняя предустановленная игра Total Defense 3D. Игрушка жанра Tower Defense. То есть мы строим всякие башенки и не даем врагам пробраться к нашему замку, к нашим воротам. Не знаю, ну к чему-нибудь в общем не даем пробраться. Мне этот жанр очень нравится, но Total Defense вот этот как-то не особо меня заинтриговал. Во-первых, визуальная составляющая какая-то невыразительная, во-вторых, слишком управление какое-то неинтуитивное. Но, впрочем, навязывать свое мнение не буду по этой игре. Можете попробовать сами и оценить, насколько она получилась удачной. Я предпочитаю все-таки Tower Defense игр, где не 3D. Ну вот, давайте, все получится. Пошли враги, и наша задача не дать им дойти до нашего завода по производству резиновой обуви. Или что там, я не знаю. Еще хочу предупредить, что на видео экран может быть с полосками, с вертикальными, диагональными, дугообразными. На самом деле, таких полосок нет. Это никакие там ни пиксели, ни какой-нибудь эффект дисплея. Просто так захватывается картинка. Из-за неидеальных углов обзора. Сам по себе повторюсь, экранчик очень хороший. Внутри у нас 512 МБ оперативной памяти. Двухъядерный процессор MT6577 с частотой 1 ГГц. И графический чип PowerWare SGX531. Такие чипсеты ставит последние телефоны Fly. Начинает их применять TechSat. У хайскрина тоже, по-моему, есть одна модель GTR. Недавно была у нас на обзоре. Хороший чипсет, но, как я заметил по всем моделям, которые были с ним, он любит пожирать заряд. Модели смартфонов, построенные на его базе, не особо энергоэффективные. Также хочу показать парочку игрушек, которые я загрузил из маркета. Это Jetpack Joyride. Прикольная игра в жанре беги-собирай всякие штучки. Умирай, беги снова. Опять умирай, опять беги снова. Но купив что-нибудь или как-нибудь украсив себя. Такая вот веселая гамма. Погибнем. И закроем. И Spider-Man. Новый человек-паук. Нет а-ля-побного покрытия на дисплее. То есть, отпечатки пальцев остаются и плохо оттираются. Но, я думаю, с таким рвением Fly, наверное, скоро и тач-скринт свой начнет покрывать всякими покрытиями, чуть ли не, наверное, водоотталкивающими. Делают все до успеха в своих сегментах. Но посмотрим. Компания развивается, и это очень хорошо. От этого играют в первую очередь мы с вами. Пользователи, потенциальные покупатели, обзорщики. Просто интересующиеся индустрией люди. Новая игра. Паучок. Ну, мне кажется, она идет вполне играбельно. Куда-то я упал. Давайте начнем. Убивать, уничтожать бандитов и спасать город от чего-нибудь. Хайскрин альфа GTR в этой же игре был гораздо медленнее. Но там разрешение было HD. А вот как-то так. На данный момент за 10 тысяч рублей у IQ450 нет, видимо, конкурентов. И если вы до сих пор имеете какие-то предрассудки относительно этой компании и ее продукции, то пора их отбросить прочь. Спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь. И до свидания.